Тревор Маават, в соавторстве Сэнди Стейплс. Успешное мышление. Как контролировать свою жизнь и уйти от негативных мыслей. Освящается всем, кто стремится к совершенству. Лучший день в вашей жизни наступит тогда, когда вы поймете, что ваша жизнь — это ваша жизнь. Никаких извинений, никаких оправданий. Вам не на кого опереться, положиться или обвинить. Только вы в ответе за свою жизнь. Только вы отвечаете за это удивительное путешествие и за его качество. Тревор Маават. Предисловие. Рассел Уилсон. Американский профессиональный игрок в американский футбол. Выступающий за клуб национальной футбольной лиги Seattle Seahawks. Примечание редакции. Перед каждой игрой я работаю с тренерами и товарищами по команде, стремясь разработать наилучший план нападения. Утвердив стратегии, я встречаюсь с Тревором. Именно он помогает сформировать правильный умственный настрой, который столь же необходим для победы, как и любая другая часть подготовки. По сути, Тревор помогает раскрыть мой потенциал и достичь пика возможностей. Уроки Тревора обладают высокой эффективностью. Применение им можно найти как на поле, так и вне его, практически в любой сфере деятельности, какую только можно вообразить. Каждый желающий способен извлечь пользу из его наставлений. Не стоит ограничиваться исключительно элитными спортсменами. Из этой книги вы узнаете, как применять в жизни те же концептуальные подходы, которые я реализую на футбольном поле. Впервые к психологическому тренингу я приступил в начале 2012 года, когда приехал в Браддентон, штат Флорида, чтобы пройти подготовку к драфту Национальной футбольной лиги в Академии АМГ. Первый человек, с кем меня познакомил мой агент Марк Роджерс, как раз и был Тревор. Хотя Академия располагала тренерами, способными улучшить скорость бега и точность броска, именно Тревора мне захотелось узнать ближе. На тот момент он возглавлял департамент спортивных мероприятий в АМГ и занимался психологической поддержкой спортсменов. «Я бы очень хотел с тобой поработать», — однажды признался я Тревору. «Мой ум — одно из лучших моих качеств, и все же я хочу его усовершенствовать. Я обладал всеми необходимыми физическими данными. Я показывал отличные результаты, играя за Университет Северной Каролины и за Университет Висконсина. И тем не менее, все вокруг утверждали, что мой рост, метр восемьдесят, не дотягивал до позиции квоттербека в НФЛ. Поэтому, собираясь на встречу с командами перед драфтом, я хотел, чтобы в глаза бросался не рост, а психологический потенциал, мой подход к игре, подход к жизни, умение противостоять трудностям. Тревору предстояло подготовить меня к этим мероприятиям. Мы проводили очень много времени вместе. Я тренировался на поле, а как только тренировка заканчивалась, переходил к психологической подготовке. Мы с Тревором сбризились не только благодаря его стремлению к успеху, но и благодаря его страсти к безграничному разуму. Компания «Безграничный разум», которую мы создали вместе, получила свое название не случайно. Я рассказал ему о любимых игроках. Дрю Бриз, Майкл Джордан и Дерек Джеттер всегда отличались умением преодолевать препятствия. Тревор, к слову, увидел немалое сходство между мной и Дрю Бризом, другим квотербэком, который тренировался в Академии 11 годами ранее. Многие считали Дрю низкорослым для игры в Энфайл. И что в итоге? В итоге, когда Бриза введут в зал славы после окончания его карьеры, всем усомнившимся придется взять свои слова обратно. Я хотел научиться всему, чему научился Бриз. И Тревор стал моим проводником. Мы выполняли многочисленные упражнения на повышение концентрации. Обсуждали разнообразные сценарии, как бы ты отреагировал, какие действия предпринял бы. Каждый из этих тренингов оказал на мою подготовку исключительно положительное влияние. Я достаточно часто практиковал похожие методы со своим отцом. Позже, когда его место занял Тревор, я получил психологическую поддержку не только в отношении спортивной карьеры, но и в жизни. Мы продолжили работать и после моего вступления в Сеттлси-Хокс. Тревор присутствовал почти на всех футбольных мероприятиях. Он разделял со мной как радость побед в Суперкубке, так и горечь поражений. На протяжении сезона мы общаемся практически на ежедневной основе, а каждый четверг стараемся встречаться лично и разговаривать по душам. Он прилетает ко мне, где бы я ни находился. Для меня это важная часть подготовки. Во время наших бесед я отвечаю на следующие вопросы. Как я себя поддерживаю? Как я поддерживаю товарищей по команде? Какие слова я использую? Как влияю на себя? Как влияю на других? Как я проявляю себя, выходя на поле? Устойчивая психика и правильный настрой — вот залог успеха. Каждое препятствие на жизненном пути — это карта к новому пункту назначения. Какую историю мы хотим рассказать? Как напишем эту историю? Тревор помогает мне подобрать лучшие слова. Спорт очень похож на бизнес. Занимаясь бизнесом, вы преследуете основную цель — выиграть. В спорте вы тоже стремитесь к победе. Спорт очень похож и на родительство. Когда вы живете в семье, вы помогаете своим близким добиваться успеха, обеспечиваете необходимую поддержку. Будучи квотербэком, моя цель — поддержать остальную десятку парней. Чем я могу посодействовать? Что я могу сделать, чтобы каждое воскресенье мы одерживали победу? Что ж, довольно непростая задача. И все же у нас не раз получалось превратить трудные ситуации в великие моменты. В моменты ясности, моменты роста — исключительные моменты. Успех во многом зависит от языка, на котором мы говорим, от фраз, которые используем. Успех зависит от языка нашего тела. Те же самые истины применимы и к генеральному директору, и к молодому человеку, устраивающемуся на первую в жизни работу. В конце концов, наши слова, язык тела и окружение влияют на внутренний и внешний рост, на наши возможности. В этом и кроется смысл. Мы с Тревором стараемся уловить его в каждой нашей беседе, а дальше я придерживаюсь его и в жизни. За 10 лет сотрудничества мы не перестаем убеждаться в том, что самое важное в нашей работе — это нейтральное мышление. К сожалению, в исключительно позитивном мышлении нельзя быть уверенным на 100%. Да, я отношу себя к категории позитивных людей, но если вы проигрываете со счетом 16-0, то весь позитив мгновенно испаряется. В такой момент ему на смену приходит негатив. А негатив, как вы знаете, всегда работает против нас. Негативное мышление однозначно не приведет вас к успеху. Нейтральное мышление — вот путь к истине. Что мы чувствуем? Как обстоят ситуации? Какие действия необходимо предпринять? Подобный настрой напоминает образ мышления морских котиков, оценивающих ситуацию посредством вопросов, какова наша цель, как ее достичь. Тот же подход работает и в спорте. Кто-то ответит, что все дело в спокойствии. Но лично я полагаю, что истина кроется глубже. Я предпочитаю придерживаться нейтральной позиции. Спустя время нейтральное мышление становится естественным состоянием разума. Я, например, не верю в неудачи. Вместо этого я верю в самосовершенствование, если, конечно, мы правильно используем знания. Сталкиваясь со взлетами и падениями, мы всегда можем обращаться к накопленному в прошлом опыту. Ничего сложного в этом нет. Это как езда на велосипеде. Величайшие спортсмены и бизнес-лидеры используют подобный подход на автопилоте. Вы спросите, как им это удается. Да все просто. Они выработали привычку. Я работаю над собой почти каждый день. Я безустанно тружусь, чтобы стать лучше. Ибо вершины совершенства я до сих пор не достиг. Накопленный опыт позволяет нам подготовиться к следующему великому моменту. Разум – важнейшая составляющая наших величайших мгновений. В мире спорта мы постоянно тренируем мышцы, чтобы оставаться крепкими и выносливыми. И быть на высоте даже в самые тяжелые моменты. Однако помимо физических упражнений, я также решил тренировать и психику. Если мы не начнем над собой работать, мы никогда не сможем стать лучше. Хотя ямайский легкоатлет Усейн Болты вышел из утробы матери, обладая способностями к бегу. Ему все равно пришлось усердно тренироваться, чтобы стать чемпионом. Я, например, родился с большими руками и способностью бросать футбольный мяч. Но я бы никогда не достиг успеха, если бы не развивал природные навыки. То же самое относится и к нашему разуму. Человек использует его независимо от того, чем занимается. Но вы только представьте, на что он способен, если его развивать. Вот почему мы с Тревором создали программу «Безграничный разум». Мы помогаем людям совершенствоваться в спорте, в корпорациях, командах, школах. В книге вы изучите многие из уроков. Я твердо верю в этот тренинг. Я уверен, что он способен изменить самооценку. Он может изменить отношения. Он может изменить наши представления об успехе и о том, как мы его добиваемся. Он может изменить общество. Он может изменить мир. Пролог. В декабрьское воскресенье 2015 года все шло по плану. Мой клиент Рассел Уилсон выполнил 21 из 30 передач на 249 ярдов. И три тачдауна, в результате чего привел команду Сиэтл Сихокс к победе над Кливленд Браунс со счетом 30-13. Это был четвертый сезон подряд, в котором Сихокс одержали победу. Сначала плей-офф казался чем-то непостижимым, поскольку ребята стартовали со счетом 2-4. Но в итоге ястребы вступили в постсезон на высокой ноте. Я находился в ложе над стадионом Century Linkfield в Сиэтле вместе с мамой Рассела, его братом и будущей женой Сиарой. Они праздновали, смеялись, улыбались и фотографировали, желая запомнить каждую деталь. Я тоже помню каждую деталь, но мне для этого снимки не нужны. Знаете, какой образ запечатлелся в моей памяти? Образ Соланж, моей жены, сидящей среди всей этой радости, с разочарованным, совершенно опустошенным лицом. Моя задача в работе с Расселом — помочь ему подготовиться к любым возможным поворотам событий, будь то на поле или на послематчевой пресс-конференции. Что ж, у Рассела, в отличие от меня, все шло под контролем. В тот день с самого утра Соланж была на иголках. Если честно, разлад в наших отношениях я заметил раньше, еще в 2013 году. Познакомились мы в 2005 году в аэропорту Шарлотт, когда наши рейсы задержали по причине урагана. Я жил в Брадентоне, штат Флорида, она жила в соседней Сарасоте. Узнав, что Соланж, бывшая модель, работала в ветеринарной клинике, по прилете домой я первым делом одолжил собаку своего друга и записался к ней на прием. Так у меня появился повод снова с ней увидеться. Спустя шесть месяцев мы обручились. Свадьба состоялась в 2007 году. Но по мере того, как рос спрос на мои услуги в качестве ментального тренера, я все меньше и меньше времени проводил дома. Я не уделял ей достаточно внимания. Я не хочу устраивать сцен, но я должна признаться, что больше не хочу здесь находиться. Сказала она мне, сидя в ложе. Меня это убивает. Это не та жизнь, которая мне нужна. И не тот вид деятельности, которым я хочу заниматься. Я хочу жить, Тревор. Я хочу уйти. Прямо сейчас. Мы оба знали, что отношения себя изживали. Но до тех пор мы никогда не обсуждали назревающую проблему. Рождество мы провели вместе с моей семьей в Сиэтле. После чего Соланш вернулась в наш дом в Аризоне. А я отправился на следующее мероприятие. Помогать футбольной команде Флориды готовиться к матчу питчбол против Хьюстона. Игра прошла ужасно. Коттербек Шон Магуайр сломал ногу. И пока он пытался выставить, команда Хьюстона набросилась на нас и победилась со счетом 38-24. После игры я должен был лететь домой, а оттуда уже ехать навстречу с футбольной командой Аризоны. Им предстоял матч с Западной Виргинией. Зайдя в дом, я увидел Соланш. Она сидела в гостиной в пижаме. Ее вид сразу же навел меня на мысль, что что-то не так. Как только я начал подниматься по лестнице, чтобы захватить чистую одежду, у меня было всего несколько свободных минут, «Соланш» обратилась ко мне. «Ты обещал поговорить». Я повернулся, спустился по лестнице. «Да, у меня найдется немного времени», — ответил я. Подойдя к жене, я заметил, что ее глаза начали наполняться слезами. «Я больше так не могу», — протянула она. «Я люблю тебя, но я так не могу. Я знаю, что ты стараешься и заботишься обо мне, но я мечтала не о такой жизни». Некоторые слова, которые говорят друг другу супруги, иногда возможно оспорить. Порой вы даже можете противостоять. Но бывают заявления, которым противостоять уже не получится. Я понимаю, что все звучит так, будто я должен был предвидеть разлад. Но я не мог его предвидеть, потому что я никогда не допускал мысль, что мы с Соланш однажды расстанемся. Я никогда об этом не думал. Однако в тот момент я понял, что нашему браку пришел конец. Эмоции даются мне с трудом. Наверное, это результат беспрестанного преодоления чужих трудностей. Или, может, черта характера. Я обнял жену замер. «Твое разочарование не входило в планы нашей совместной жизни», — сказал я. «Я понимаю, что словами уже ничего не исправить. Просто дай мне немного времени. Дай мне время, чтобы все пережить». А потом я поцеловал ее в лоб. Учитывая серьезность ситуации, я разговаривал довольно спокойно, ведь так? Возможно, мое воспитание в совокупности со спецификой работы включили внутренний автопилот. Я поднялся наверх, надел костюм, спустился, сел в машину и отправился на встречу с футбольной командой Аризоны. Мне предстояла презентация и общение с отдельными игроками и тренерами. Через десять минут после начала поездки до меня вдруг дошло. Моему браку конец. В тот миг мне казалось, будто салон моего джипа начал сжиматься. Каждый мускул в моем теле горел от напряжения. Я не мог дышать. Я остановился возле ресторанчика DC Ranch в Скоттсдейле и уставился в окно. Кому позвонить? Схватив телефон, я написал сообщение Джимбо Фишеру, футбольному тренеру команды Флориды. Совсем недавно он тоже прошел через развод. С бывшей женой они прожили двадцать два года. Если кто-то и мог меня понять, так это он. «Тренер, у вас найдется пять минут?» — позвонил я. «В чем дело, приятель?» Моя жена только что сказала мне... Я не мог закончить фразу. «Дыши, Тревор, я с тобой!» — говорил Джимбо. Она сказала... Она только что сказала, что нашему браку пришел конец. Почти два года назад в раздевалке стадиона Роузболл я наблюдал, как Джимбо в течение четырех минут убеждал команду, уступавшую Оберну со счетом 21-10, что еще не все потеряно. Всего за четыре минуты его спокойствие и наставление подняли дух команды. Ребята вернулись на поле и выиграли матч со счетом 34-31. В тот вечер я понял, почему ему платят миллионы долларов за тренерскую работу. Теперь, на другом конце телефона, он говорил со мной в перерыве, пока я тонул в океане печали. Он говорил, я рыдал, я не плакал с тех пор, как в 1999 году моему отцу поставили диагноз «множественная миелома четвертой стадии». «У тебя еще будет время разобраться с этим, Трев», — успокаивал Джимбо. «Я знаю тебя, ты выдержишь, и она тоже». Я сделал глубокий вдох. Я понял, что это был самый сложный момент в моей жизни. И он не закончится быстро. Впереди меня ждали долгие месяцы, целые годы борьбы. И тем не менее вера Джимбо заставила меня вспомнить. Я обладаю всеми необходимыми знаниями, чтобы справиться с предстоящим периодом, даже при самых тяжелых обстоятельствах. Я лучший в стране специалист. Ко мне за советом обращаются игроки НФЛ, команды NBA, высшая бейсбольная лига, элитные футбольные колледжи. Я помогаю их лидерам научиться вести за собой. Я помогаю создать модели поведения, способные привести к желаемым результатам. Я делюсь методами, которые можно использовать в трудную минуту. Я учу, как повторять успех, в том случае, если его уже добились. Моя тактика работает независимо от того, кто вы. Элитный спортсмен, учитель, бухгалтер или консультант по психологической подготовке. Я знал все это. Но теперь от меня требовалось последовать своим же советам. Причем в личном плане, а не в профессиональном. Все приемы, которым я учил футболистов, бейсболистов, теннисистов, на протяжении многих лет могли помочь мне справиться с потенциально сокрушительным жизненным событием. Да, я не играл в суперкубки, как Рассел, и не был тренером команды чемпиона, как Джимбо. Но разве мой развод не такое же важное событие? Почему бы не применить те же стратегии? Вот почему я написал эту книгу. Не обязательно быть элитным спортсменом, чтобы совершенствовать свое мышление. Все, что от вас требуется, обладать трудностями, с которыми необходимо справиться. И знаете что? Вы — человек. А человек изо дня в день сталкивается с проблемами как на работе, так и в личной жизни. Может быть, вы ждали повышения, но ваше место отдали коллеге. Возможно, вы учитесь и работаете, но при этом не знаете, как втиснуть все дела в 24 часа. Быть может, вы не любите начальника и не знаете, как наладить взаимодействие. Или, вероятно, у вас только что родился ребенок, и вам трудно приспособиться к дополнительной работе по дому. Может быть, ваш супруг или супруга только что объявили о разводе.